за непонятные заслуги мне дали новый трак и в общем это даже сам удивляюсь потому как ничего никаких подвигов я вроде не совершал но правда стараюсь везде успеть приехать вовремя ну и задержек у меня по рейсам еще пока не было покажу вам этот новый трак обычная volvo 670 опять-таки с автоматом но об этом автомате у меня особые отзывы очень сейчас я вам покажу это чудо вот это в этой машинке надо было же такого придумать это да я не знаю этот конструктор долбаный я его не знаю я ему уже наверное яйца оторвал это изобретение вот это вот видите вот это вот коробка передач которая была рядом вот здесь с водительским сидением вот здесь была ручка и можно было прямо автомат переключать здесь нет теперь я должен убрать свою правую руку рулевого колеса дотянуться до этой панели выбрать кнопку как мне нужно нажать ну обычно я трогаюсь на автомате а затем перехожу на ручное управление на механику и повышение и понижение передач и вот это вот я должен убрать взгляд здоровье должен убрать взгляд здоровье для того чтобы нацелиться на вот эту коробочку панельку вот эту и попасть правильно до автоматизма еще конечно это не выработалось возможно со временем так и будет получаться но на данный момент я конечно этого конструктора просто удушил бы но это просто идиотизм но тут на этом месте была панель по вот под радио было здесь такая ниша и туда можно было покласть телефон теперь некуда девать не знаю куда нужно вот туда запихивать под низ или ложить вот сюда наверх тут всяко в общем-то всякой мути хватает кроме телефона ну можно держатель сделать но это очень в общем-то неудобное изобретение минус конструктору и volvo тоже стоя на рестарте в этом штате вот этот штат и стоять не аж до 3 часов ночи сегодня сегодня у нас 27 августа сейчас я покажу в чем я еще тут пользуюсь пользуюсь я навигатором навигатором навигатор garmin 7-дюймовый работает он хорошо в принципе я доволен сейчас мы посмотрим и он сейчас мне посчитает сколько мне осталось ехать до до места еще я пользуюсь видеорегистратор видеорегистратор вещь просто я считаю необходимая в траке у меня был случай и без этого видеорегистратора я не смог доказать что я не виноват на меня там все повесили но не в этом дело ребята обязательно ставьте себе видеорегистратор стоит она недорого можно купить от 20 до 200 долларов ну да вот как видите езды мне осталось 387 но мы поедем чё меня еще тут есть ну есть у меня головной телефон я не пользуюсь очень хорошая вещь необходимая обязательно нужно иметь у себя потому как за пользование обычным телефоном менты на дороге карают строго три замечания и драйвер-лайсенс вы потеряли то что трак новый я вам сейчас покажу у нас ключик вот так вот как видите в 14 тысяч 573 значит что у меня еще тут есть у меня тут есть шпион вот этот вот блин коробочка вот это которая мигает этот зелененьким и все время за мной шпионит где и есть что я делаю стою я или не или еду с какой скоростью я еду ночами прочее прочее значит я веду журнал такой по всем поездкам которые меня прошли и регистрирую вот например я выехал 16 числа из сакраменто и регистрирую сколько миль я проезжаю в день вот и проехал 733 мили вот я проехал тут где-то 525 511 455 и я отмечаю как видите все действия которые происходили и миль я же для чего это делаю но люди знающие понимают объясните тут особо не буду потому как это никому не нужно но есть дни в которые вообще нет пробега вот например в день 22 я проехал 307 миль а 23 я проехал 156 миль то есть это сплошное стояние и зависит это от диспетчеров которые и брокеров которые не могут там между собой договориться или назначить правильно время и вот эти вот простой очень сказывается на водителях я должен ехать и зарабатывать деньги они стоять и ждать пока не там разберутся между собой но 690 миль опять-таки стойбище 334 мили ну и 636 миль ну вот такое локбук так ну что половину локбук ведем регулярно и ну такая книжечка кто хочет потратить деньги тут все джакс трак стопы которые есть в соединенных штатах вы можете выбрать миль яшку штат где вы едете и прочее прочее ну и ну в общем так оно не нужно есть куча приложений где все эти рестере и трак стопы указаны локбук ведем регулярно все записываем и обязательно присутствие 8 листов всем недельных и последний рабочий значит медикал сертификей обязательно должен быть ну тут я решиты честно честно храню для того чтобы показать друг мен спросит ну и так что еще а значит ребята обязательно перед выездом проверяйте наличие документов вот на я еду на сто одиннадцатом траке сейчас я вам покажу что он действительно от меня сто одиннадцатый 11 июня старость не вздохнуть так вот 11 июня и смотрим что должно быть какие должны быть документы документы ребята в этой папочки вот они все 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 куча документов а это перечень то что должно быть вот это обязательно потому как если вдруг чего-то у вас не окажется то примерно 200 долларов вы огребете штрафа ну собственно вот и весь такой кратенький обзорчик следующем видео или следующий поездки я покажу может быть будет чего-нибудь интересного пока ничего такого не происходит то что тут как обычно мусорник куда скидывается все то что я обычно жую по дороге тут всякой орешки там шоколадки но и всякое такое разное и будем двигать вперед а значит так как грядет 18 декабря и обязательно все должны ездить на электронных локбуках такую этому шпиону который я вам показываю уже прицепили порт которому будет подключаться электронный локбук не дождусь этого момента собственно потому как по бумажному локбуку ездить таки довольно трудно вот передо мной 90 мне налево на west кому-то направо на из собственно вот и все коротенькое видео вот это вот такая езда постоянные такие стопы беспрерывные до места еще 81 мили топлива на нуле уже час горит фуэллау я не знаю доеду я или нет вот это замордовали вот этими вот ремонтными работами поехали по этой долбаной 12 с 84 кина пятерку на портланд решил срезать кусочек вот это вот срезал не знаю доеду я или нет приехать нужно 9 30 ну понятно что уже сейчас уже 9 часов без 15 еще мне пилять 81 миля без топлива со такими стопами я даже не знаю скорее всего я вовремя не успею и вообще доеду и я хлиник не знаю топлива нету это вот такая езда вашингтон ну вот показалось встречная полоса сейчас они пройдут и вот тут с мигалками проведет и нас ой боже мой как она уже замордовала тут на этой 12 не советую никому ездить такой серпантин сплошные ограничения 35-40 все время в гору крутые повороты три раза чуть не перевернулся нож так как и едем но вот таких вот стопов я насчитал наверно с десяток ну надо так и сделать было тут красиво но тут и так неплохо в общем-то когда я сижу в таком камне вот это бумага орудий на эту ну короче ребята вот это чего-то не приходится чего-то не приходится возить это всякое говно в этот раз привел какую-то бумагу ну это мусор выгружает машину так я сюда еле попал даже до Саттональда Крампа вот проще попасть на это предприятие я позвонил Диспетчер говорит наверное это предприятие Дональду Драмп не принадлежит так что ничего так в траке сидеть нельзя только вот тут вот читаем что написано а тут и ждем когда скажут ну что можно идти в трак хух ядрит твою мать это это дела моя а потом еще самому выпитать от этого пихание не сладко здесь я буду выпитать это неплохой трейдер а вы что думали тут трет центы вам просто так будут ходить ни хера вот это вот оно как холодно а а сидеть вот тут только на этом стульчике не может никуда вдруг пожар так 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 ну я конечно задолбал там в этой поездке да очень так кому было интересно оставайтесь на канале подписывайтесь кому не интересно просто выходите и забывайте о нем никому даже не рассказывайте ну на этом я с вами прощаюсь и до следующих встреч все и все и и и и и Продолжение следует...